Ну, хорошо, Вера. Отличный вариант. Понимаешь, чем хорошие такие? Ты всегда сможешь кого-то вписать, и все, это уже чей-то будет портрет. Видим изображение у Санечки через проектор. Ты сначала наберешь вот эту воздушную среду. Через какие цветики? Ультрамалин и красный кадр разбили. И вот этим вот натиранием создать вот эту среду прозрачного штриха. И тоже вот так прозрачный, примерно в тех местах, где это может пригодиться, вот эту зелень, тоже прозрачненько вот так поначалу. Ну, можешь чуть-чуть поподробничать. Чуть темнее. Темнее будет больше ультрамаринный коричневый, будет более глубокий цвет. Коричневый с желтым будет более вот такой теплая зелень. Так что, немножко еще понаберем. Значит, вот ты набирала зеленностями. Можешь сейчас продолжить отсекать, отсекать. Другой тряпкой набирать цвет платья. Причем, вот он сначала был голубеньким, потом возьмем сложный цвет, красивый. Вот прям вот такими крупными наборами. Поверхностные. Все, все как бы, как будто в альбомчике, в дорожном альбомчике, такой грубый набросок. Согласна? То есть, не деликатничать, деликатничать, а наоборот. Цветами в гостю показали. Главное, вот прозрачный штрих. Вот это вот очень будет выгодная вещь в этой картине. Терезорики себе выделить чуть-чуть для этих вот мест. Волосы коричневые с розовым на свету, желтота дополнишь. Давай, обычно. Так, мандариновый и зеленый, зелененький, да? Зеленые репрексы на мандариновый цвет. Еще, где надо глубину усилить, где надо вот эти светлости кинуть. То есть, оранжевый вот так, нормально? Да, вполне себе, вполне. Пока, отлично. Можешь и кисти маленькие взять, совсем не обязательно. Только тряпкой, когда речь идет, допустим, о головочке. То есть, здесь можно задействовать и кисти. Давай. А вот этот изгиб руки у меня что-то... Само получилось? Да, но я старалась. А, как ты просто вчера не старалась. Нет, вчера не старалась, честно. Ну, это же уже результат. Ты же понимаешь? Но это художник рисовал. Спасибо. Мягче все это, расштрихованнее. Вот такой поверхностный штрих, смотри. Такой, который не бороздит, а так просто перемалывает слегка. Чуть-чуть все это утрясти до мягкого, да? Вот она уже более приятненькая. Так, ну ты даешь. Вчера такая беспомощная, тут вдруг на тебя. У меня света на книге. В картине появился свет, да? Угу. В картине появился свет. Ты понимаешь? Свет всюду чуть-чуть с оранжевинкой. То есть, чуть-чуть подкладываем какие-то желтинки, оранжевинки, чтобы свет прозвучал как свет. Лучше потом его еще белилами подбить, чем он будет недостаточно оранжев. Чтобы он не был не холодного цвета. Ты видишь, свет? Этот художник, кстати, очень любит сразу раскидать внятно. Вот то, что я тоже вам предлагаю делать. Трафаретно решать вообще вопросы света и тени. То есть, внятно-внятно отделить сразу свет от тени. Свет. Небочка отделить. Давай. Преобразилось. Вечером обычно находим. Побуждается сознание, да? Да, в 12 вечернике. Вот такие вот штучки не годятся. Там все-таки достаточно мутное пятно. Если прищурить глаз, то пятно мутное. Куст в виде взрыва не годится. Там все-таки есть уклон у этого куста. Такой уклончик туда, да? То есть, мы очень часто рисуем куст в виде взрыва. Но это не годится. Но это необходимо. Есть там общий ритм вот таких вот как бы штришочков, уходящих в ту сторону. Есть более глубокое звучание темноты. Мозаичный характер есть вот этих вот укладок, которые чередуются с мутными кусками. То есть с чего начать? Ты начала с белых пятнышек. Как раз ими нужно было закончить, а ты и с них начала. Понимаешь? Я думала, что вдали их можно так замыкнуть. Да. Ты думала, что на этом можно и закончить. А на самом деле, видишь, нужно все-таки поинтереснее пятно. Вот так вот. Вот посмотрите, здесь тоже найти то, что я понаходил там. Сейчас там призакончу. А можно вот этой тряпочкой вот эти миски сделать? Нет, все, тряпочка закончилась. Какие-какие? Вот эти вот? Нет, вот такие вот. Вот так вот лежачей кистью просто больше положишь, больше будет захват. Вот этот мозаичный, смотри, мозаичный характер. Прям расставленный. Да? Угу. Такие вот макушки расставлять. Сначала подкладку выяснить. Слушайте. Вот. Ну, немножко, может быть, складочки. Вот так вот, по чуть-чуть, потому что очень хорошее начало. Я не знаю, мы все успеваем. Угу. А вот цветочки, у меня их по горизонтали все такие? Ты знаешь, вот такой рыхлый характер носка. Рыхлый. Вот такой. Немножко мозаичный. Хорошо? Угу. 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 Та. Та. Tá. Продолжение следует...